Всем привет! Продолжаем играть в ТЛД. Сейчас мы с вами просто курсируем, неизвестно чем занимаемся. Я бы хотел поучаствовать в какой-то драке, но... Далеко-далеко. Вот, всё, прекрасно. Ну, тут мы не будем ничего, в принципе, делать, нам просто надо будет... Так, всё хорошо. У нас почти все снова в строю, ещё 8 ребят, и всё будет как обычно. Сами понимаете, ещё не отошли после последней схватки большой. Плюс я набрал новичков, которые ещё ничего толком не умеют, но, опять же, это по чуть-чуть, по чуть-чуть компенсируется, и ребята начинают уже сражаться хорошо и нормально. Так, мы с вами в Эдерас отправляемся. В атаку. Вот уже четверо ещё подтянулись. По чуть-чуть. Глядишь, к концу этого видео у нас будет уже нормальное восстановленное войско. Блин, пронёсся над ним. Бывает. Ну, в любом случае, мои ребята их всех убьют. Без особого напряга, так сказать. Да, нужно будет купить боевую лошадь. Всё-таки это не боевая, это обычная. А купить боевую, она будет наносить и урон побольше. Вот, мы всех перебили. Готово. Это мы забираем с вами. И, опять же, едем в Эдерас. Нам требуется взять задание у нашего короля. Или у кого-нибудь, в принципе. Рыцарь. Копищи крохана. И всадник крохана. Оруженосцы рохана. Прекрасно. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Догоню, догоню, догоню. Догнал. Атаковать. Тут между деревьями будет не так удобно, честно говоря. Ну, ладно. Так. Ну, у них не самая большая, сильная... Не самый большой, сильный отряд, поэтому... Это так. К слову. Заходим. Удар. Есть. Сбили ему выстрел. Нормально. Ай, тут свой подставился, не дал ударить. Все. Да, хорошо. Пожалуйста, за помощь. Нам, так сказать, не тяжело было. А, золотой. Пойдем к нашему королю. А, его тут нет. Печаль. Почему я не посмотрел, есть там, тут или нет. Так, с этим разобрались. Роханский шлем командира. Давайте возьмем. Ну, пока на этом с покупками мы закончим. И отправимся мы с вами искать нашего короля. Искать нашего короля. Нам с вами король нужен. Нужен. Тут и Амэр, скорее всего, будет сидеть и все. Да, давайте хотя бы у него возьмем задание какое-нибудь. Нам в любом случае нужно повышать свою... А, вот. Мы даже не сдали ему задание. Я забыл за него. А-а-а. Све-бар... Меченосец Рохана. Ха. Держите. Семь всадников Рохана. Опытных. Нормально. Сделаем. Наверное. Скорее всего. Что-то я начинаю сомневаться в этом. Ого. Ого. Хорнбург. Нормально. Такая вот. Такая вот. Ну, не несколько пленных, а одного. Продолжить. Так. Теперь. Отряд. У нас тут есть. Тяжелый пехотинец будет. Опытный всадник. Вот уже первый есть. И еще пять всадников подошло. Очень хорошо. Давайте-ка мы сохранимся с вами. Воу-воу-воу-воу-воу. Это у нас кто? Планцы. Ну. Такие себе. Ребятки. Как противники. Поэтому, наверное, я не буду к ним лезть. Тем более, их больше. Уж очень намного больше. Так. У нас тут есть. Союзник наш. Есть одно дело, которое он убил мою отец. Хорошо. Стоп. Я не посмотрел, где он. Пинат Гелин. Пинат Гелин. Это Рох. Гондор, если. Да, вот он. Ну, я вечно возьму какое-то задание, которое находится в самой, так сказать, точке мира. Труднодоступной. Там, где зубов нет. И как хочешь, так и выживай. Западный МН, это плохо. С ним, скорее всего, разберутся, но все же. Кстати, гондорские ребята, которых я набрал, мне очень даже нравятся. Такие хорошие лучники, особенно рейнджеры, которых я наделал. Это шикарно. Не очень далеко ушли, наверное, от эльфийских. Хотя, все может быть. Вполне возможно, что эльфийские как раз. Да кто-нибудь уже вылезет из этой чащобы, чтобы я мог его убить. Нет. Орк. Орк лучник. Нормально. Налетчики эти. Да стой ты. Ну, все равно не убежишь, у меня скорость больше. Я же говорил. Вот зачем это было. Просто беготня на ровном месте. У них там много лучников, поэтому давайте с этим закончим по-быстрому. Постараемся. Дерево. Простите. Извините. Разрешите проехать. Камень. Дерево. Камень. Один есть. Главное мне было сбить лучников, чтобы они перестали стрелять. А они перестали. Это хорошо. Так, свои же подлезли. Как я обожаю, это когда свои же лезут тебе под меч. Так, тут все. Тут все. Все. Всех убили. Все хорошо. Опытный застрельщик опять же убит. Ничего себе, они набрали. Где вы столько его набираете, этого металла, ребята? Главное, зачем вам столько металла? Так, повышаем. Всадники. Еще три всадника. Рыцарь. Мечник-ветеран. Два оруженосца. Сохраняемся. Где-то я тут видел еще один отряд такой в 40 рыл, но он был там побольше. Вот-вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда-куда-куда-куда-куда. Я правильно посчитал 11? Он пьяный на меня нападает, что ли? Грога опились. Грога опились. Оббухались с Грогом и теперь на меня нападают. Назгул? Назгул-то откуда тут? Да откуда тут Назгул берется? Убейте вы эту тварь. Ох, ее... Ой, меня убили. Эта тварь, конечно, шикарная. Четверо убито, двое ранено. Ну, хоть роханских стражников заберу. И то не всех. Ну, сколько мог, столько освободил, так сказать. Назгул-то откуда тут брался, блин? Или мы не так далеко от этого, поэтому... Назгул мог по нам... Бить. Оруженосец готово. Давайте-ка мы, наверное, с вами сохранимся. А то я прям чувствую, как сейчас налечу на какую-нибудь гадость. Не, не на эту. Естественно, не на эту. И не на эту. Они от меня убегают. Кстати, у меня там уровня не было. А то я мог и пропустить с такими веселыми заездами. Держава из Энгард стала слабее. А эльфы темнолесе стали сильнее. Это радует. Ох, ё-моё. Откуда ж у вас столько веселых ребят? Хоть кого-нибудь догоните мне. Я хочу повоевать. Бродячие орки. Ну, хоть их. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Моя-то радость. Молодца. Да не то я хотел сделать. Я хотел повоевать. А вы почему-то дали им отступить. Что-то вызову. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот это да. Даже не интересно. Пехотинец, стрелок. Давайте мы стрелков. А, всё. Мы не можем. У нас нет места. Нормально. Давайте посмотрим. Может, у меня есть кто-то. Типа... Пу-пу-пум, воин, застрельщик, стрелок. Вот, рохански. Молодые всадники. Возьмём на их место стрелков. И всадника вот это вот. А, круто. У меня ещё и места нет теперь. Каких пленных? Ну, где вы их? Всё тяжелее, чем кажется на самом деле. Они где-то видят постоянно, как орки каких-то пленных тащат. Каких пленных? Какие орки? Куда тащат? Непонятно. Короче, мне их не догнать. Смысла бегать не вижу. Так, ещё немного. Давай. Пенатгелин. Долго ехать, на самом деле. И, наконец-то, мы почти приехали. Тут ещё и надо найти какого-то, насколько я помню, недружелюбного, плохого. Так, кузница. Кузница мы сдадим всё вот это вот барахло, которым нас наградили. Так, я уже на 2 500 сдал. У них всего лишь 1400. Придётся что-то либо покупать, либо забирать обратно. Шлем. Нет, нет, нет. 22, 20. В принципе, на... Нет, не то. Я думал взять на нашего друга. Сдать ему. Ну, я не помню, какие у него, насколько они хорошие. Замок или поселение, как думаете, будет. Поселение, скорее всего, на главную. На главную площадь. Давайте пройдём, посмотрим. Подозрительный будет тут тип шататься. Так, это не то. Может, это он. Горожанин. Это охрана. У нас вообще задание об этом, а то я сейчас бегаю, как дурак. Да. Житель равнин. А мне нужен не житель равнин. Мне нужен подозрительный ландарская женщина, а ты горожанин. Кулачком махнул у него перед глазами. Да твою мать. Где он прячется? Объясните мне, зачем в таких заданиях, где говорят, найди того или другого, прятать их неизвестно куда. Как я должен его искать в этих дебрях, в этих замках? Тихо. Не туда. Вот сюда давай. Ладно, я понимаю, если бы они еще были, знаете, как зашел и сразу видно, так нет, его прячут, причем так прячут, что ты потом еще бегаешь полчаса и ищешь, а потом находишь на самом видном месте и думаешь, твою мать, серьезно? Вы серьезно? Зачем так делать? А, ну, может, высокий тут, где-то в замке затесался. Ты кто? Ты высокий? Нет, ты невысокий. Ладно, давайте на главную площадь искать этого высокого, невысокого, подозрительного. Стоит лишь поискать, стоит лишь поискать. Убил бы, блин, за эту фразу, стоит лишь поискать. Где его искать? За каждым домом бегать, смотреть. Ты подозрительный. И ты под... Вы все подозрительные. А, нет, вот, вот он, вот, вот, лысый стоит такой, с арокезом. Да я знаю, что это ты. На. Мне так нравится, как он копьем добивает по голове сверху на Эдилонт. Звучит забавно. Давайте съездим, посмотрим. Нате несколько пленных. Мне они все равно не нужны набить у вас побольше очков снабжения, для того, чтобы мои солдаты не нуждались ни в чем. Это надо. Так, человек туда поперся, тут можно проехать. Сохраняемся. и... Муху раздержава терпит поражение. Прошли вести, что полководец может держава убить в битве. Терпит поражение. Шикарно. Хоть кто-то где-то терпит поражение и умирает. А то мы сколько воевали и так и не убили никого. Неудобно, согласитесь, когда ты бьешься, а... дерешься, убиваешь. А он, зараза, не убиваем, и он просто убегает. Ладно. На этой позитивной ноте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал, всех буду рад видеть. В скором времени мы должны уже начать какие-то еще прохождения, не только Mount & Blade. Возможно, будет еще какие-то игры. Пока я не решил, какие, поэтому все это затягивается. В любом случае, спасибо вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok